Привет, меня зовут Клава, добро пожаловать на этот канал. Здесь мы обсуждаем уход за волосами и кожей лица, а также иногда отношения и другие личные темы. Иногда, это значит очень редко и практически никогда, и как раз таки сегодня случай, иногда, мы будем обсуждать личную тему. Это не совсем по тематике канала, все-таки я больше рассказываю про уход за волосами и кожей, но думаю, что эта тема напрямую связана со всей бьюти-индустрией, красотой и всем таким. Для этого видео я решила не краситься, собственно, мне было очень лень, а потом я подумала, что если я накрашусь, в целом это будет немножко противоречить общему вайбу, но на меня, тем не менее, светят софтбокс, кольцевая лампа, контровой свет, и у меня есть отражатель, поэтому в целом я выгляжу неплохо. Но у меня есть два прыща, и я причесала брови еще. Так вот, я хочу сегодня поговорить про расстройство пищевого поведения, и вообще в целом, как на наше ощущение себя красивым влияют медиа. Для меня это такая больная тема немного. Мы записывали уже с подружками подкаст на тему наших расстройств пищевого поведения, если вы не видели, вам интересно, то посмотрите его по ссылке. Это же видео будет более подробное и личное, и возможно оно кому-то поможет. Я предполагаю, что найдутся те, кто встретит мой посыл неоднозначно, поэтому я сразу хочу сказать, что я вообще никого ни к чему не призываю. Это личное видео мнение. Но в то же время я не снимаю с себя ответственности, я считаю, что такие разговоры, они более полезны, нежели чем вредны. Но я должна сразу предупредить, что если у вас расстройство пищевого поведения, либо же вы переживали его какое-то время назад, то в моих словах вы можете словить триггеры, потому что я буду рассказывать о своих мыслях, переживаниях в то время. Итак, большую часть своей жизни я страдала различными формами РПП. РПП расшифровывается как расстройство пищевого поведения. Я не состояла на учете у психиатра, все эти диагнозы мне не ставили врачи, оставила я их себе сама, и в целом, если вы прослушаете мою историю, вы вряд ли усомнитесь, что у меня было РПП. Как развивалось моё РПП, я постараюсь перечислить все факторы, которые на поверхности. Я не буду касаться каких-то глубинных причин, вроде нарциссической травмы и вообще истинных причин моих расстройств и зависимостей. Но очевидные вещи, которые на поверхности, я перечислю. С 3 до 12 лет я занималась балетом. И когда каждый день ты видишь вокруг себя очень стройных девочек, и вы все в трико, в купальничке в таком, в колготочках, и вы разглядываете свои части тела в зеркале каждый день. Ты волей-неволей начинаешь быть недовольным. Плюс балет это такая конкурентная среда, все равно кто-то получает, ну, плюс-минус главную роль, кто-то танцует в кардебалете, и ты, если ты танцуешь в кардебалете, то ты начинаешь думать, что ты не такой, ты толстый, либо же ты там не очень хорошо танцуешь. Еще много различных мыслей лезет в голову, даже детям. В детском садике, так как меня зовут Клава, в детском садике я была в 90-х, тогда был расцвет супермоделей вот этих вот, до нас это все дошло до России, и меня называли Клаудией Шифер, потому что она была достаточно известной, Клава, Клаудией, никого не смущало, что это два разных имени, но меня так называли воспитатели, и мне это листило, надо сказать, я смотрела на этих моделей, мне казалось, они такие красивые, мне хотелось быть как они. На фоне всего этого я была прям девочкой, ну, я была на самом деле очень балованная и вредная, но увлечения у меня были чисто девчачьи, и причем, я не знаю, насколько это было привито мне, я просто всегда выбирала все розовое и блестящее, и я играла только в Барби. И Барби, моя любимая игрушка, она представляет человека с супер нереалистичными пропорциями тела. И иногда мне казалось, что Барби толстоватая, у нее была сестра Стейси, которая типа как подросток, немного младше. И она была, вот именно форма, фигура куклы, еще более тонкая, узкая. Мне казалось, что вот Стейси как бы норм, а Барби поправилась типа. С определенного возраста моя мама, у которой явно тоже много проблем с едой, и вообще много расстройств было, каких-то пищевого поведения в течение всей жизни, я ее совершенно не виню. Там вообще, мне кажется, это то поколение еще более сложное. Она начинала мне говорить, что чтобы быть красивой, надо быть худой. И я вдохновляюсь ее примером, так как в целом постоянно женщины, все знакомые, не знаю, какие-то мамины подружки, как крестная, какие-то родственники, взрослые женщины, они все все время сидели на диетах. И самой такой ходовой, простой системой питания был отказ от ужина, то есть не есть после шести. И, собственно, я перестала есть после шести, лет так с восьми. В школе я считалась самой худой, и мне это льстило. Как бы детей чуть больше средних размеров, их драздели толстыми. И ощущение, что худой быть классно, и надо быть худой, ну, конечно, укоренялось. Вообще бодишейминг это такая серьезная тема, я не знаю, как сейчас это происходит, вообще в детских коллективах, но в мое время было тяжеловато. Далее, уже ближе к пятому-шестому классу, появился ВКонтакте. И мы стали активно там проводить время, и самой посещаемой мною группой была группа 40 килограмм. Эта группа... Это ужасная была группа. То есть там публиковались советы из разряда... Хочешь есть, почисти зубы. Хочешь есть, съешь яблоко. Не хочешь яблоко, не хочешь есть. В итоге я впервые словила состояние, похожее на анорексию, прям четко похожее на анорексию, в классе в шестом-седьмом. Я сокращала время, до скольки нельзя есть, то есть сначала до шести, до пяти, до четырех, где-то последняя точка была до трех, и при этом я не так, чтобы прям обильно ела до трех. И мне нравилось ощущать себя голодно. Я думаю, что это один из таких самых главных симптомов, что это именно анорексия. Мне нравилось ощущать себя голодной, чувствовала себя такой легкой, я думала, что я такая тонкая, красивая, невесомая. И однажды я попала в голодный обморок. Мне потом очень нравилось в школе об этом всем рассказывать, но на самом деле я неплохо так испугалась. Это было страшно. Я никогда не падала в обморок до этого, и... на мой детский мозг это легло как каким-то страшным событием. Мы поговорили с родителями, как-то и в целом на какое-то время отношения мои с едой немножко наладились, и я в целом нормально питалась, была нормальным ребенком. Мне очень не нравится, как сегодня выглядят мои волосы. Они какие-то странные. Все более популярными становились такие журналы, как Эль Герл, Гламур, какие-то... Ну, в общем, Космополитен и прочее, с обилием мощно от фотошопленных тел и лиц. И ощущение, что у меня все какое-то дряблое, оно укоренялось. Плюс, когда я читала такие журналы, меня вдохновляли колонки про модели. Я, собственно, как сказала, еще с детского садика мечтала быть моделью. И я читала очень много о том, как модели питаются, как, не знаю, они тренируются, какие у них параметры. Я находила какую-то информацию в интернете. Возможно, она была вообще совершенно неправдоподобной, но я воспринимала это, что ну вот, да, у нее такие параметры. А мне, типа, 15, у меня уже тоже такие параметры, и мне только 15, я продолжаю расти, и вообще я тряблая. В общем, такие мысли засаживались в мою голову. И примерно в это же время мой брат увлекся фитнесом, бодибилдингом, он как-то так решил подтянуться, подкачаться. И я обратилась к нему за помощью. И он мне расписал программу тренировок и питания. Но, видимо, он ее основывал на каких-то, не знаю, может быть, советах из Men's Health. И они были под мужской организм, мне кажется. И в итоге за год тренировок и такого питания я набрала где-то 10 килограмм. Плюс 16 лет, сиськи, щеки, все так как бы резко начинают расти. И я как бы немножечко этого всего испугалась, почему я так трансформируюсь. Я решила бросить занятия и резко это сделала на самом деле. Вообще исключила спорт из своей жизни. Но много есть, я привыкла. И так продолжилось еще какое-то время, я поправилась еще сильнее. В целом, если посудить адекватно, я не была прям какой-то толстой. Я была нормальной относительно здоровым подростком. Ну, на самом деле, не очень здоровым, у меня не было месячных. Но выглядела я в целом совершенно нормально. Но после того, как я всю жизнь ценила себя за то, что я такая худая тростиночка легкая, это было тяжело ощущать, что все, я уже не самая худая. И мне казалось, что очень некрасивая. И тут начались возможные диеты плюс срывы, конечно же. И начался порочный круг такого компульсивного переедания, срыва, переедания, срыва. Причем переедание я не говорю о том, что я съела шоколадку. Это вот прям такой компульсивный зажор, когда ты ешь просто все, что видишь. И когда ты ешь, ты не чувствуешь насыщения. Вот какое состояние у тебя во время этого зажора. Можешь начать есть хлеб, какие-то, я не знаю, все сладкое, которое только видишь. Причем неважно, нравится оно тебе или нет. То есть я могла есть то, что мне совершенно не нравится. Ну, то есть то, что я не люблю. И ты не чувствуешь насыщения, ты просто кидаешь так. Пока не начинаешь чувствовать уже прям боль. Боль от такого объема. Видимо, я не знаю, так растягивается желудок или что там происходит, что прям какие-то рези, такие прям резкие боли, когда ты уже не можешь сидеть, не можешь лежать, ничего не можешь делать. Просто как работает это? Ну, раз я уже съела, чуть-чуть что-то нарушила, я сейчас наемся, чтобы вот прям, ну, хорошо наемся, я ведь завтра же снова будет ограничение какое-то. И, собственно, это, это, из этого круга, я не знаю, очень сложно выбраться. Некоторые с такими состояниями справляются, вызывая рвоту, но у меня рвать не получалось. Я иногда пила слабительную. Это, это ужасно. Так делать не надо. Это продолжалось достаточно долго и потом периодически возникало на протяжении жизни, когда я уже была постарше. Но, слава богу, не такими прям запольными процессами, а как бы единичными случаями переедания и ощущения, что, сейчас я наемся уже, чтобы завтра снова худеть. В 11 классе я как бы взялась за себя и начала изучать тему того, как устроен организм, вообще, какие есть тренировки, как различные типы активности влияют на то, сколько, не знаю, калорий мы сжигаем. Я стала уже более пристально изучать то, из чего состоят продукты, какие там есть, да, энергетические свойства. И я прям глубоко изучала эту тему, как я люблю любую тему изучать. Я изучала источники научных статьй, публикации врачей, каких-то диетологов, нутрициологов, каких-то трениров. И я поняла, что самый эффективный метод сжигания жира это тренировки кроссфит. Плюс у меня началось, как это сейчас называют, ПП головного мозга. Что я имею в виду? Я постепенно исключала продукты из своего рациона. То есть сначала там, не знаю, сахар, потом соль, потом глютен, непонятно почему, у меня не установлена была целиакия, я просто исключила глютен. Молочные продукты, конечно же, как бы вообще любые простые углеводы, рис, макароны, ну, про хлеб я даже не говорю, крахмалистые овощи, фрукты, там же фруктоза, пустые калории. Я заказывала ужасно, мерзотно, невкусные ПП-десерты. Я не знаю, может быть сейчас есть очень вкусные ПП-десерты, но в то время, это получается лет шесть назад, когда это только начиналось, делали там, не знаю, два-три человека, две-три компании в городе, и это просто на каком-то ужасном сахзаме, без муки, какие-то ужасные тортики. И причем, ты же когда много всего исключаешь, и возможно недополучаешь каких-то микроэлементов, ты же все равно хочешь есть, и всех этих вот невероятно невкусных тортиков я ела очень много, ну, они же ПП, ничего вредного, полезные сладости, вернее, не вредные сладости. И если я где-то в ресторане, либо же где-то в гостях, что-то съела, например, не знала, что там есть кто-то из запрещенки, я себя потом наказывала в спортзале, конечно, тренировалась еще больше и больше, сильнее и сильнее. Опять тема моделинга проскальзывает вообще на протяжении всей моей жизни. Я смотрела показы Victoria's Secret тогда, мечтала заказать белье. Мы даже как-то заказывали с подружками через каких-то миллион форвардеров, я не знаю, каким-то сложным образом потом растамаживали эту посылку с официального сайта Victoria's Secret. Белишко, какие-то странные маечки. В общем, вдохновлялись мы этими моделями. И я когда смотрела их показы, я думала, что я хожу рядом с ними, что скоро я буду такая же, как они. Боже, это самые красивые женщины на свете. Я тоже должна стремиться к тому, чтобы выглядеть, как они. Потом, кстати, две трети из вообще моделей признавались, что там были ужасные условия вообще всего, контрактов, если они поправлялись немного, там с ними разрывали договоры. И в целом там большинства были расстройства пищевого поведения. Но тогда же кто-то знал, кто-то знал. Казалось, это просто очень здоровые женщины. Причем Victoria's Secret еще казалось, что они там типа реально не очень худые. То есть, если просто какой-то вот кутюр показ, часто там были девочки прям, ну прям болезненно выглядящие. А Victoria's Secret казалось, ну они же такие подтянутые, просто сияющие, загорелые. И выглядели очень здоровыми. Казалось, вот это же вот здоровье. Вот это красота и здоровье. Но нет. И я пыталась по-разному питаться. Иногда дробно я питалась по 6 раз в день. Иногда я практиковала вот этот вот intermittent fasting. То есть, когда вы едите 8 часов, потом сколько остается часов в сутках? 16 часов голодайте. Короче, это все были какие-то классические симптомы орторексии. На мой взгляд. И возможно, вы к этому моменту уже подумали, что я была сумасшедшей. Как я вообще жила? Ну, на самом деле, я такой не выглядела. У меня была достаточно нормальная социальная жизнь. Я... У меня были друзья. Я встречалась с мальчиками. Я работала. Училась. Все было нормально. В целом, я была социально адаптирована. Но я постоянно думала о еде. Либо о том, что я съела, либо о том, что я съем. И, конечно, я никогда не была на 100% довольна собой, довольна тем, как я выгляжу. Ну, и к этому времени я уже заработала, там, гастрит у меня как-то диагностировали. И потом как-то хронический панкреатит. Я не знаю, каким образом. Я думаю, что самое главное, на мой взгляд, это не испортившееся здоровье. Или какие-то там истязания себя. Самое главное, это просранное время. Я забивала на учебу. Я не поступила, куда хотела. Я в целом, мне кажется, что я тогда вообще не знала, чего я... Ну, как бы, я вообще не знала, что хотеть. Чего я хочу? Могу ли я вообще что-то хотеть? Это в целом и с едой связано. Ты не понимаешь, ты хочешь есть или ты не хочешь есть. Нужно есть по расписанию. Либо ты реально голоден. В общем, короче. И в целом ты не только не ощущаешь своего тела. Ты не совсем понимаешь, что ты хочешь. Где ты? Что ты? В общем, вы поняли. Я думала только о диеде. Я не развивалась. И на самом деле это очень грустная жизнь. И больше всего мне грустно за это. Потому что я в целом всегда хорошо училась. У меня не то чтобы много талантов. Но у меня получались все предметы. Я могла разобраться почти во всей информации. У меня было все нормально с памятью. Ну, то есть, я закончила школу золотой медалью. Почему я не смогла подготовиться к ЕГЭ? Просто потому, что мысли были заняты совершенно не этим. И просто очень много времени упущено для того, чтобы соответствовать нормам, принятым в обществе. Сюда, наверное, можно приплюсовать различные требования, которые к женщинам приявляют. Типа бритые ноги, ухоженность и прочее. Но видео не совсем об этом. Хотя, как посмотреть, что является первой причиной? Ну, ну ладно. И, безусловно, у такой реакции, как у меня, есть глубинные причины. И, возможно, на определенное количество людей, моих сверстников, такие требования общества к их внешнему виду на них вообще влияют минимально. Ну, либо же они не осознают этого влияния. И я убеждена, что работать прежде всего нужно с тем, что внутри, почему на меня это так влияло. Вообще с этой пустотой, которая у меня была, с отсутствием самой идентификации, с нарциссической травмой. Собственно, что я и делала. Я уже два года в терапию. Но у многих нет либо желания, либо возможности идти в терапию. Это нормально совершенно. У меня в 16 лет вообще не было такой возможности, конечно же. И мне бы родители сказали, ты сумасшедшая, что у нас прекрасная семья, у нас полная семья. Мама, папа, все любят друг друга. Вот чего? Уж какие у тебя проблемы могут быть? И второе, даже у тех, кто в терапии, в таком обществе, восхваляющем определенную картинку, определенную эстетику тела, все равно могут формироваться какие-то нереалистичные ожидания от себя и от своего тела, от своей жизни, от всего. Поэтому все-таки с обществом, наверное, надо что-то делать. Ой, смотрите, я затянула. Прямо как Белка ходит теперь. Мне очень не нравятся сегодня мои волосы. Что у меня сейчас? У меня сейчас все уже более-менее хорошо с едой. Я ем сколько хочу, когда хочу, в любое время дня и ночи. Любые продукты, которые мне приятны. Я начала чувствовать реальный голод и эмоциональный голод, понимать, когда это разные вещи. Я не занимаюсь спортом, потому что я боюсь вот снова попасть в этот вот круг и боюсь снова срыва. Я уже почти три года не занимаюсь никаким совершенно спортом. Это не очень, наверное, хорошо. Я бы хотела что-то делать просто, чтобы не болела спина или как-то делать не ради фигуры, а просто для того, чтобы себя чувствовать хорошо. Может быть, я начну танцевать. Я не знаю, я расскажу. И вообще, собственно, это видео не про меня. Не для того, чтобы меня жалели. У меня все правда хорошо. Я не стесняюсь даже своего целлюлита или складок на животе. Просто делюсь своей историей. И кто-то обязательно скажешь, почему ты жалуешься вообще. У тебя все хорошо. И всю жизнь все было хорошо. Как бы ты выглядишь прекрасно. Да, думаю, достаточно объективно. Я всегда выглядела нормально в рамках. Но это просто потому, что мне типа повезло родиться, чтобы анатомически соответствовать нормам, принятым в обществе. Нормам красоты, принятым в то время. И та эстетика 2000-х, нулевых, когда красивыми считались только очень-очень худенькие девочки, она прошла. То есть возникает отягощающий все момент. Нормы красоты меняются. И это перерастает в вечную гонку. Ты даже когда-то типа достиг какого-то идеала, проходит несколько лет, идеал меняется, и тебе снова нужно пытаться этому соответствовать. Что такое красота? Это супер-субъективное понятие, зависящее от культуры, от страны, от времени. И плюс, как я уже сказала, стандарты красоты постоянно меняются. И сегодняшние стандарты это фигура песочной часы с ярко выраженной талией, с грудью, с округлой попкой. И кто-то даже если умрет в спортзале, если будет питаться по невероятным каким-то программам, да не кто-то, большинство людей, не будут выглядеть так, не будут соответствовать идеалу. И, ну там, не знаю, как Ким. Как Ким вряд ли кто-то будет выглядеть без пластических операций. Кстати, я ничего не имею против пластических операций. Но та же Ким или Кали, они в расслабленном состоянии не выглядят так, как на фотографиях. Потому что они уже тоже люди. И даже осознавая это, что вокруг очень много нереалистичного, ты попадаешь в эту ловушку. Потому что, когда видишь только красивые тела, только успешный успех, только продуктивную продуктивность, только какие-то насыщенные жизни людей. Причем даже в карантин. Я смотрю, все какие-то такие продуктивные, что происходит. Это заставляет тебя чувствовать себя плохо. И часто приводит к срыву и к чувству вины. Испытываем вину за то, что мы какие-то типа не такие. И как бы я не любила все тех же самых кардашьянов, и как бы я не любила их шоу, не восхищалась тем, как они умеют строить бизнес, они очень для меня токсичны. И всегда, когда у меня вообще с ними, знаете, странные отношения, то подписываюсь, то отписываюсь, то смотрю их, то ненавижу. Каждый раз, когда на них подписываюсь, каждый раз, я начинаю ловить себя на мысли, что я хочу быть как они. И я сразу начинаю отмечать такие состояния мысли, типа, ой, ну, не съем этот сырок. Минимальные. Конечно, это не перерастают в какие-то бешеные, новые формы РПП, но какие-то мысли такие появляются. А, наверное, это не съем. Наверное, стоит повтягивать живот все время. Наверное, у меня кривой нос, надо его исправить. Ну, он, правда, кривой, но не обязательно его исправлять. И, хотя я взрослый человек, у меня за плечами почти сто тысяч, не сто тысяч, сто. У меня за плечами почти сто часов терапии, психотерапии. На меня это так влияет. И как тогда это может влиять на людей, кто младше, или у кого какие-то более серьезные психологические проблемы, нежели у меня? Что меня немножечко подбешивает во всей этой теме, что если кто-то появляется в какой-то фотосессии, либо же, не знаю, ну, в целом, когда появилось много плюсса из моделей, когда стали меньше ретушировать, показывают свою естественную кожу с растяжками, с целлюлитом, не знаю, просто с естественной кожей, многие начинают писать, что ой, какие они храбрые, молодцы, я бы не решилась такое выложить. И как-то к этому слишком много внимания. Это здорово, что нам начинают показывать живых людей больше тел, это классно, я этому очень рада. Но при чем тут храбрость? Это же просто люди с просто настоящей их кожей. Или когда какая-то девушка, например, очень сильно похудела, ее начинают хвалить, восхищаться, тем, как она похудела, именно хвалят, восхваляют именно похудение. Да, круто, если это принесло ей счастье, если она к этому шла, если это было здорово, и, как бы, не знаю, она работала с психологом, а не просто себя издуряла ради непонятно чего. Я всегда за таких людей рада. Но давайте начнем с того, что могло ее в целом привести к этому состоянию до, а не восхваление ли стройных идеальных тел в обществе, а не порочный ли вот этот круг диета-срыв ввиду того, что у нее было РПП и какое-то компульсивное переедание. Возможно. А не комментарии ли ты слишком толстая, ты слишком худая, ты слишком накаченная, ты слишком дряблая. Безусловно, часто лишний вес обусловлен какими-то проблемами со здоровьем. Я не беру во внимание такие ситуации. Но чаще всего люди стартуют из состояния именно РПП, когда они переедали, когда они заедали что-то, заедали пустоту, какой-то эмоциональный голод, когда им казалось, что они некрасивые, когда они сидели долго на диете, а потом отрывались. И это нарастало как снежный ком. И комменты типа ты так похудела, умничка, классно выглядишь, это именно те комментарии, которые создают в воспаленном мозге РППшника такую связь, что меня любят, когда я худая. И это прям мощное такое начало вот этой всей цепочки. Ограничение, срыв, ограничение, срыв. А еще меня очень сильно во всей этой теме бесит такое отношение к бодипозитиву. Вообще такой аргумент, когда говорят о, это не бодипозитив, это вообще восхваление нездорового образа жизни, призыв, не знаю, к ожирению. И тут мне хочется сказать, что во-первых, худой, то есть какой-то, не знаю, спортивно выглядящий, не равно здоровый. Пример те же модели, либо спортсменки, которые часто рассказывают, что у них, не знаю, проблемы с теми же месячными, или миллион других проблем. Я уже не говорю про ментальное здоровье, то есть худой совсем не значит здоровый. Во-вторых, точно так же полный, вообще не равно больной, ленивый какой-то, или безвольный. И, ой, волос вылез. И бодипозитив, это не оправдание того, что я жирная, или ленивая, или нездоровая. Бодипозитив, это просто мое дело, мое тело. Наоборот, мое тело, мое дело. И здоровое оно, нездоровое, вообще никого это не касается. Есть много противников, вообще всего этого бодипозитивного движения, которые, прикрываясь заботой о здоровье других людей, говорят, это же нездорово иметь лишний вес. Во-первых, они забывают, что это вообще не их дело. А во-вторых, даже если это так, если мы возьмем за основу, что какой-то высокий индекс массы тела, это нездоровое, что надо обязательно худеть, чтобы не начались какие-то проблемы со здоровьем. Но в основном же такие комментарии отпускают в сторону людей совершенно здоровым весом. Даже по вот этим меркам индексы массы тела, я, кстати, не знаю, кто вообще их придумал, действительно ли это какой-то такой во врачебной практике используемый термин и вообще шкала. Напишите внизу, кто знает. Ладно, это я немножко побомбилась, наверное, это вообще тема для отдельных видео. Все-таки начинали про РПП. Как человек с аудиторией, я чувствую своей миссией нести полезный контент и мне кажется, что мы можем все вместе что-то делать, чтобы было меньше людей с расстройствами пищевого поведения, чтобы наше общество было более здоровым. Итак, что мы можем делать, чтобы людей с РПП было меньше и в целом как проще справиться со своим РПП. Во-первых, надо помнить, что когда тело меняется, растет или наоборот уменьшается, это совершенно нормально. Изменения в теле совершенно нормальные, связаны с возрастом, с вашим образом жизни, с чем бы то ни было, с вашим гормональным статусом, с перенесенным стрессом. Это совершенно нормально, если тело меняется. Мы же не восковые фигуры. И эти изменения не касаются никого, кроме хозяина тела. Вообще никого. Поэтому здесь, наверное, стоит ставить границы, когда люди какие-то комментарии по отношению к вам отпускают и в то же время ограничиться от того, чтобы комментировать тела других людей. Как в позитивном ключе, так и в негативном. Из этого вытекает второй пункт, а именно меньше делать комплиментов телу, внешности, меньше говорить людям как ты похудела, ты такая красивая, и больше делать качеством человека. Это же приятнее даже. Которые не связаны с внешним видом. Например, не знаю, рядом с тобой я чувствую себя счастливой, ты меня вдохновляешь, ты очень классно формулируешь свои мысли, ты целеустремленная, ты очень органично в том, какая ты. Я не знаю, миллион комментариев есть не касающихся внешнего вида, и они, как мне кажется, даже более приятные. Можем устроить флешмоб и в комментариях понаписать разные примеры каких-либо комплиментов, не связанных с внешностью. Третий и очень важный, мне кажется, пункт, это фильтровать, на кого мы подписаны. Особенно на первых парах РПП я бы советовала отписаться от всего, что заставляет чувствовать себя плохо. и помнить, что представление в медиа это очень незначительная часть людей. Очень незначительная часть людей. И на планете намного больше вариантов и форм красоты. Четвертое, это не сравнивать себя с другими, потому что у всех разные типы фигуры, разный образ жизни, разные пищевые привычки, привычки, разный обмен веществ, разный уровень активности, и мы никогда, как бы мы не хотели, не сможем выглядеть, как кто-то другой. И, наверное, самое главное это распространять эту информацию. Во-первых, если у вас есть проблемы с этим, ничего нет такого в том, чтобы признаться в этом, поговорить с кем-то, поговорить с близкими, если вам комфортно с ними говорить, если вы чувствуете, что они могут вас не понять, конечно, лучше этого не делать. Но в целом не бояться этого, и это совершенно нормально, иметь какие-либо проблемы, в том числе проблемы с едой. И здесь нечего стыдиться. И если, например, это видео, либо вы смотрели что-то, или читали на эту тему, вам покажется полезным, то распространяйте это, отправьте своим друзьям, может быть, у кого тоже такая проблема есть. Это то видео, которое я бы показала себе в 14 лет. Я бы сказала себе самой, что я тебя люблю, мне плевать, как ты выглядишь, я просто тебя люблю за то, что ты есть. Вот. Наверное, это самое главное. И все мы имеем право не втягивать живот на фото, не втягивать живот при наших партнерах, а просто жить, и мы по умолчанию прекрасны. У каждого своя эстетика, изменить то, что нам далбливали очень много лет, ну, это сложно, но давайте хотя бы попробуем, постараемся принимать себя в любом виде, в любом теле. Когда мы начинаем принимать себя, мы обычно начинаем принимать и всех людей вокруг. Вот. Принятие это вообще мое любимое слово. Спасибо за внимание.